Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И сегодня я хочу вам показать свои высокорослые помидоры, именно характеризовать, какие самые ранние и самые крупноплодные помидоры получились у меня в этом сезоне. Выводы именно на начало августа. Ну сейчас еще последние числа июля, и первые помидорчики высокорослые уже поспели. Ну и для этого мне придется показать вам все сорта, потому что часть из них оказались ранними, часть крупными. Вот один из моих самых любимых сортов, Тарасенко розовый. Он бедненький в нашем этого года климате, оказывается на солнце, на палящем солнце, в 40-градусной жаре, которая в тени 40-градусной жаре, поэтому первые помидорчики только спеют. Вот эта жара, она не дает возможности им спеть, это ранний сорт, но она наоборот замедляет, и даже вот плоды пекутся. Сразу я буду немножечко отвлекаться на уход. Вот существует мнение, что обязательно все листья оборвать. Вот смотрите, из-за того, что он стоит на жаре, этот ряд прикрывает все остальные ряды, создает им хорошую атмосферу, я не обрывала листья. Больше месяца не обрывала никакие листья. Есть у меня здесь и нижние листья, и дальше листья, но это не мешает плодам вязаться и расти дальше. Вот только жара спадет, я нижние листики до первой кисти уберу. А так весь этот массив листьев и пасынков, которые растут, то есть не надо панически убирать листья, не надо искать средства всех болезней, листья, зеленка, йод и все остальное, завязей везде очень много. Много ярусов, сейчас мы на этом не останавливаемся. И вот хочу показать этот же сорт, вот тут у меня кустик просто не уместился в ряд, во втором ряду, и здесь ему лучше, здесь он спокойненько поспевает, через день-два будут хорошие грузди. То есть этот сорт ранний, но к крупному он, конечно, не относится. Теперь пойдем рассматривать все сорта, которые... Это сорт, который в моей коллекции давно. Но много сортов я в этом году садила в первый раз. Вот следующий, второй ряд. Это сорт, вернее, сорт, но это гибридный помидор. Единственный гибрид, который я посадила в высокорослый, пинг-топ. Розовый помидорчик должен быть, вот крайний поспел, но крайний они спеют. Вот жара на них плохо действует, он какой-то даже не розовый. Но дальше эти все помидоры вот зеленые, абсолютно зеленые, не спеют. То есть это не ранний средний плод. Поэтому небольшой. Следующий дня томат флорентина. Флорентина такая, называют его еще корзиночкой, за его вот такую вот форму долечками. Ну такая интересная у него форма. Томат в самом деле ранний. Вот они такие вот висят, эти корзиночки, на любителя. Если честно, мне не очень понравилась его форма. Но вот хочу показать спелость. Да, спелых плодов много. Вот кусы крайние, это неправильный, как бы, так как там жарко, и там бывает, и замедляется поспевание. А вот здесь вот много красненьких плодов. То есть томат ранний. Вот смотрите, вот листик кажется больной. Это не больной листик. Это нормальная, совершенная история с помидорами. Можно в любой момент, выбирая плоды, можно их даже не выносить. Листья у помидоров должны стареть. Следующий ряд, это розовый гигант, который в моей коллекции давно. И розовых гигантов много. Вот крайние. Их даже вот они пекутся. Даже непонятно, розовые они, не розовые. Завязались-то они хорошо, а поспеть толком не могут. Надо срезать и употреблять, какими есть. Ну, смотрим дальше. Смотрим дальше, и мы видим, что здесь вот большие грузи томатом. Вот лежат прямо, ну, можно уже и сорвать спеленьки. Мы еще не собирали высокорослые помидоры. Так получилось в этом году все позже. Вот розовенькие. Тут понесколько. Этот томат очень крупноплодный. Его знают давно. До 700 грамм вырастает легко. И только надо было прорвать и не оставлять вот такие вот грозди помидоров. И не боимся, не боимся вот этих вот листиков. Есть время, обрываем. Нет времени, это не панацея. Листья, он сам сбросит лишние листья, и ничего страшного не будет. Просто у нас, ну, мы заботимся о них больше, чем это надо. Вот такой он прекрасный розовый гигант. Это тот, который, если поливать его нерегулярно, он растрескается. Такая шкурочка у него очень мягкая, но зато он очень вкусный. Следующий томат. Сахарный бизон. Сахарный бизон. Помидор очень крупноплодный. То есть, как было заявлено на пакете, крупноплодный и довольно ранний. Плоды, ну, просто огромные. Сейчас один, может, от него лучше будет видно. Большой, очень тяжелый. И поспели в каждой кисти вот по одному-два. У нас времени не было листья обрывать. Как оборвали больше месяца назад, так все и растет. Но это не мешает плодам зреть. Вот плоды были прикрыты здесь, не сгорели. То есть, сахарный бизон удивительный, хороший, крупный, ровный, красавец. Дальше томат. Супер банан. Ну, не могу сказать, что супер. Не могу сказать, что банан. Симпатичная сливочка. Небольшая, длинненькая, красавица. Поздняя. Все они зелененькие. Почему могу сказать точно позднее? То есть, в сравнительном отношении. Вот одна буреет, ну, как бы случайно. Дело в том, что я беру относительно. Все они были в этом году в одинаковых условиях. Некоторые, возможно, растут. Может, супер банан был бы и длиннее. Условия им в этом году не очень хорошие. Но, так как они в одинаковых условиях, точно не ранний. Томат Алтайский шедевр. Очень удивительный томат. В самом деле, очень крупноплодный. Просто красавец. Красавец. Тоже сорву. Так как у нас мы по гуще оставляем листву, чтобы было видно. Он просто немножечко вот такой вот, как бы, долечками. Но и он еще может расти. И рост бы больше и больше. У него, как бы, большая перспектива. А вот крайний зеленый, вот к чему приводит малая близственность. Он уже здесь получил ожоги. Не дождался, пока будет прохлада. Так, смотрю. Остальные, ну, изредка спелые томаты. То есть, не массово, но такой средне-ранний, скажем так. Так, следующий томат, он тоже назывался когда-то розовым гигантом. Уже я его сажу тоже из своих семян. Но он вот такой вот небольшой розовый. Картофельные, так называют, листья. Такой не растрескивающийся. Довольно высокий. То есть, плоды средней величины спеют рано. Весь ряд с большим количеством плодов. Здесь вот у него листиков меньше. Можно будет увидеть. Вот висят плодики. Листики старые обрываем. Сейчас прямо. И вот видно плоды. Небольшие, то есть ранние. Ну, абсолютно средней величины. Следующий томат, чудо света. Это в этом году посадила первый раз. Надеялась, что он будет, конечно, покрупнее. Совсем маленькая, красивая полусливочка для консервации. И вот спеет она сейчас уже. По полкисти поспела такая. Именно кисти. Ну, как черри растет. Скажем так, желтенькие, очень тверденькие, очень мелкие. Ну, довольно-таки ранние. Но высокая, большая зелень. И тут, я не знаю, 6, может, уже 7 таких кистей завязанных. Вот таких мелких кистей. Зелень мощная. Растет вверх. То есть самая большая зелень. Я потом скажу, какой томат самый большой по зелени. Вот еще одно доказательство, что нельзя сразу о томатах делать выводы. Здесь мой томат. Черный принц. И вот они такие маленькие. Эти помидоры у меня достигали до полкилограмма. А вот такие вот маленькие в этом году. Поэтому ничего конкретно нельзя сделать. Следующий томат 100 пудов. 100 пудов. Томат должен быть крупноплодный. Ну, 170-250 грамм. Не такой уж и прям очень большой. Форма у него немножко оригинальная. Томат поздний. Пока никакого спелости нет. Вот форма необычная, но не спеет. Пока вот он такой. Хотя рассада была довольно ранняя. И тут деборао желтенький. Он всегда был не ранним помидором. Очень хороший сорт. Но посадили мы его от первых помидоров почти на месяц, наверное, позже. Очень долго не удавалось его высадить. Поэтому это прекрасный, баночный, хороший, тверденький помидорчик. Сейчас покажу еще несколько новых сортов. Они у меня с другой стороны. То есть не целый ряд. Томат-хоровод. Ну, типа черри. Меленькие помидорчики. Написано высокие. Но кустики невысокие. Ну, такие красавцы, кисти. Кто любит закрывать такие маленькие. Именно тверденькие томатики. То есть не те, из которых получится в консервации одна шкурочка. Такой прекрасный, закусочный, праздничный вариант. Такие симпатичные томатики. Мы сегодня не говорим о болезнях. Но все-таки надо остановиться. Какие самые подверженные болезням. Так как все были в однаковых условиях. Томат сто пудов уже болеют сами плоды. И вот следующий томат. Фаршировочный, тигровый. То есть он должен быть пустой внутри. И его можно фаршировать. И вот хотела завести такой сорт. И вот вы можете видеть. Это единственный томат, на котором именно фитофтора. Здесь не ожогом ничего. Фитофтора на плодах. То есть он неустойчивый. Листья стоят как будто бы нормальные. Листья мы опрыскивали. Но заболели плоды. Мы смотрим по плодам. Ну, дальше стоят помидорчики. Вроде пока ничего симпатичное. Но посмотрим. Именно игровый, фаршировочный. Но он точно не ранний. А, и один тут еще кустик. Алый мустанг. Всего один. Ну, думала, соберу семена, если понравится. Вот он. Нарисована большая сливка. И в описании большая сливка от сибирского сада. Но вот такая вот сливка получилась. Совсем даже не сливка. И совсем даже не ранее. И вот хочу вам показать самый высокий томат. То есть чудо света у нас высокое. И вот самый высокий томат по росту, который перерос даже дыбарау на данный момент. Это томат Алые свечи от сибирского сада. Вот такие вот симпатичные сливки. Причем грозди, ну, просто огромные. Спеть только начинает. Грозди огромные. Так, это другой. Дальше еще сливки. Вот они эти сливочки. Ну, красавицы. Сливочки красавицы. Длинным носиком. Не ранний. Но по росту они уже вот, ну, так уже 190 сантиметров уже выросли. То есть в наших условиях открытого грунта это оказался самый высокий. И опять же из ранних получился. Делаем вывод. Какие делаем выводы. Розовые помидоры. Те, которые в моей коллекции давно оказались опять самыми ранними. А Тарасенко розовый тоже начинает спеть. То есть я вижу, они уже массово начинают потихоньку изменять цвет. Очень большие и красивые. И тоже поспели довольно рано. Сахарный пивизон и алтайский шедевр. Просто огромные мясистые помидоры. Кто любит, видно, что они тверденькие. Мы их, правда, еще не ели. Про вкус не скажу. Ну, а все остальные, смотрите, у каждого, каждый на свой вкус может выбрать то, что ему понравится. Оставайтесь с нашим каналом. И я дальше покажу и расскажу уже в следующий раз о вкусовых качествах этих томатов. До новых встреч!